Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение трудных, сложных мест священного писания. И сегодня мы будем читать Евангелие от Луки, 1 глава с 5 по 6 стих. И рассмотрим следующий вопрос. Разве кто, кроме Христа, мог жить, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно? И мы прочитаем текст из Евангелия от Луки, чтобы лучше понять этот вопрос. Итак, Евангелие от Луки, 1 глава, 5-6 стих. «Во дни Ирода царя иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Аронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Как такое может быть, что жили два человека, которые поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно? Чтобы лучше понять суть проблемы, которую мы исследуем, давайте обратимся к посланию к римлянам первоверховного апостола Павла. Это 3 глава с 9 по 12 стих. Что здесь пишет апостол Павел? Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, то есть верующие, так и эллины, то есть неверующие, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. То есть каждый человек причастен к какому-то греху, к какому-то преступлению. И ни об одном человеке, казалось бы, нельзя сказать, что он поступает по всем заповедям и уставам к Господням беспорочно. Даже когда мы говорим о Пресвятой Деве Марии, как учит Православная Церковь, хотя Дева Мария не имела никаких личных грехов, она фактом рождения имела на себе причастность к первородному греху. Как сказано, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И она нуждалась во Христе как в Спасителе, так же, как и все остальные люди. Причем Священное Писание показывает нам, что не только люди несовершенные, но и ангелы не обладают тем совершенством, которое мы могли бы ожидать от них. Смотрите, что пишет Иов, 4 глава книги Иова, 18 по 21 стих. Здесь говорится о Господе. «Вот Он и слугам Своим не доверяет, и в ангелах Своих усматривает недостатки». Вы слышите? И в ангелах Своих усматривает недостатки. Тем более в обитающих в хроминах избрения, которых основание прах, Бог создал нас из праха и брения, которые истребляются скорее моли между утром и вечером, они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их, они умирают, не достигнув мудрости. Действительно, в сравнении с Творцом, все творение, даже ангелы пресветлые, они содержат в себе некое несовершенство. И недостатки Бог усматривает не только в людях, но и в ангелах, как здесь мы прочитали. Как же нам тогда понять, что о родителях, о крестителя Спасова и Иоанна говорится, что оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это сложный вопрос. Я бы сказал, это тяжелый вопрос. Здесь надо обратить внимание на то, что сказано «были праведны пред Богом». Что значит «пред Богом»? Богословы учат, что мы можем понять Бога только в той мере, в какой Он открывает Себя нам. Поэтому в данном контексте «праведны пред Богом» может означать послушны перед Богом в тех заповедях и уставах, которые Господь предлагал им на их жизненном пути, конечно, и с учетом их немощи. Нечто подобное мы читаем о Ное, о котором сказано «Ной был человек праведный, вроде своем». А что значит «вроде своем»? Живи он во дне Авраама, он бы, наверное, не считался бы таким праведным. А вот «вроде своем» он был совершеннейшим человеком. Поэтому человеческая праведность она всегда условна, и она существует относительно чего-то, например, относительно того поручения, которое Господь дает тому или иному человеку, или, например, ангелу. Но если Господь усматривает недостатки даже в ангелах, как мы прочитали сегодня в Библии, тем более в нас, в людях, которые обитают в храминах избрения, основание которых – прах. Ну, кто-то может поинтересоваться, а почему сказано, что мы созданы избрения? Брение – это не просто прах. Брение – это когда в прах вливают воду, все это смешивают. Поэтому здесь и сказано «избрения которых основание – прах». Есть такое древнее предание, что когда Господь творил первого человека, а сотворение первого человека сказано «и создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его, в ноздри его дыхание жизни и стал человек душою живою». Так вот, это предание учит, что когда Бог творил человека из праха земного, Он принес воду от всех рек, от всех собраний вод, ключи, озера и добавил в этот прах, перемешал, чтобы человек, который потом расселится по лицу всей земли, везде бы осознавал, что это его дом, потому что каждая струйка воды причастна его сотворению из этого праха земного. Ну а в случае с этим недоумением, о котором мы сегодня рассуждаем, человеческая праведность всегда относительно чего-либо, и она всегда пассивна в отличие активной божественной праведности, ибо о Господе сказано «един свят, един Господь». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!